Привет всем! У меня новиночки. Сюрпризики. Сюрпризики от Сонья. Никогда их не покупала, вот решила проэкспериментировать. Взяла сюрпризы в 1,7. Хочется поиграть в лотерейку, чего я обычно не люблю, но Сонья я раньше не покупала, вот решилась. Продавалось 5 сюрпризиков дешевле, чем 1 за штуку, соответственно, поэтому взяла 5. Посмотрите, какие пришли красивенькие, крупненькие, 1,7. Это один вот самый такой большой. Убрала я их у Натальи Голубенко, подписала вот так вот, чтобы было понятно, кто есть кто, чтобы следить за ними, смотреть, как они развиваются. Получила, вообще-то, неделю назад их. Брала самовывозом, потому что похолодало, решила, не буду экспериментировать, и так думала, вообще будут малыши. Вот это самый крупный малыш. У него листья почти как в размере 2,5. Некоторые даже бывают и меньше 2,5. И хорошие вот корешки. Вот эти листики ласочные, они начали желтеть после полива. Я их полила аж бы 101 сразу. Наверное, немножко перелила. Сначала подумала, что, наверное, будет маловато, пыталась их по чуть-чуть отпаивать, но что-то потом, видимо, больше долила, чем нужно. Ничего. Сняла немножко верхний слой муха, для того, чтобы у них что-то не загнило. Посмотрим, вот эти желтенькие надо снять. В общем, вот так выглядят сюрпризики. Сейчас покажу еще всех по очереди. Здесь больше продолговатые листики. Если кто-то знает, кто это может быть, пишите в комментариях. Я буду очень рада, потому что вот эти гадалки начались. Смотришь, какие же там орхидейки приходили у Сонья раньше, и думаешь, кто же это, кто похож. Вот такие продолговатые листики. Наташа выбирала разные листики, чтобы попались разные сорта. И вот видно, да, как они отличаются. Если там были продолговатые, тут они такие, вот, расширяющиеся слегка. Корешки везде есть. Они уже немножко просохли после полива. Ну, что, что вот происходит, смотрите, видимо, где больше полила. Почему я не люблю мох? Я даже не знаю, что сейчас делать, конечно, с этими орхидейками, не малыши. Видите, покрылась такой, таким пушком. Хочется мне убрать этот мох, не хочется пересаживать в зиму. Не знаю, может быть, обработаю чем-то. Корой присыплю, поставлю где-нибудь там на керамзит, чтобы вот это не появлялось. Биоглобином я еще не обрабатывала, но планирую. Вот это желтые листики боюсь, чтобы там ничего дальше не пошло. Ну, думаю, это просто после полива стрессует, после переезда, пересушки. Да, они были очень сухие. Сначала чуть-чуть полила, потом вот на следующий день добавила им. В квартире уже немножко попрохладнее, отопление есть, но не прям такая жара. И вроде бы и не холодно, но так он сильно тянет. Хотя вот они стояли не возле окна, а не на подоконнике. И все равно вот это покрытие пошло пушком. Вот такие. Еще пятый. Вот пятый, смотрите, отличается. У него другой какой-то пигмент листьев, он более темный. Вот кто это может быть? И еще одна у меня новиночка. Тоже моя мечталка когда-то. Но это уже известная новиночка. Это у нас, вот так называется, Тайвань, Леопард, Пегорик, Три Липс. Тоже были они в заказе у Микки. Вот одновременно я их забрала. Очень крупное растение. Наташа мне дала выбрать их из тех, что были. Хорошие листики. В принципе, все были хорошие. Цветоносиков нигде не было. Но выбрала так, чтобы была хорошая карнифула. Ну, нормальные листики. Ну, вот он не так, конечно. Сам хом пострадал. Но, тем не менее. Вот его, наверное, проще. Там чуть-чуть снизу пропиталось, и он не покрывается. А вот эти, они покрываются. Если мох пропитан до верха. Я взяла чуть-чуть сверху, поняла, потому что они совсем пересушенные были. Видимо, из-за прохлады не просохла быстро. И вот она покрылась. Не нравится мне такое. Но орхидейки для размера 1,7 очень даже неплохие. Вот так они выглядят. Поставлю их в одну подставочку. Такую я им придумала. Четверо их, по крайней мере. Ну, это пока. Это пока я не придумала новую. Сейчас они так у меня стоят. У меня стоят в профар. Четыре штучки. Где один с цветоносиком. И вот так вот этих хотела поставить. Но вот этот мук меня, конечно, убивает. Наверное, я язык, которых особенно боюсь, Наверное, я все-таки сниму мук. Немножко его распушу. И сверху присыплю в коробу. Потому что это как бы опасненько. Если сравнить, вот этот 2,5 и если сравнить вот этот 1,7. посмотрите. Видите? Вот этот 2,5, который Тайвань леопард, он крупненький. 2,5. Он не маленький. И вот это. Эти, конечно, меньше 1,7. Ну, а этот такой хороший. Это, наверное, какой-то сорт, который с крупными листьями. Мне почему-то напоминает Леодора. Все может быть, потому что Леодора там в сюрпризах есть. Леодора у меня, кстати, есть бабочка. Поэтому посмотрим, что получится. В общем, девочки и мальчики, какие у вас варианты? Хотелось бы очень послушать ваши предположения. И заодно вот как раз поучаствует вот эта поставочка в 1,7. Эти сюрпризики в моем эксперименте. Как у меня будут на моем освещении расти эти орхидеи. Сейчас я вот эту поставлю в другой для них горшочек. Вот так, чтобы он стоил. Вот. Вот такой у меня планировалось. Потому что это больше немножко, но его как раз вот уже можно немножко на керамзит поставить. Ну, точно так же и от этого леопартика стоим. немножко, наверное, искажается, потому что на фоне... Вот. Смотрите, вот так даже не отличишь по листьям, что это 1,7 и 2,5. те, которые справа, их, конечно, видно, что это 1,7. Так что такие у меня новости. Новиночки, конечно, порадуют. Посмотрим, что с ними будет. как они подрастут за зиму, если все, конечно, у нас хорошо будет с освещением, отоплением. В общем, жду ваши догадки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok